Привет, друзья! Приветствую вас на Эвакия, конец недели и, конечно же, по традиции разберем наиболее интересные новости за эту неделю. Начнем мы с приложения, которое помогает нам отслеживать изменения родинок со временем. На самом деле, довольно серьезная проблема, связанная с тем, что 20% всех меланом, которые встречаются в медицинской практике, они образуются из существующих родинок. Исходя из этого, самостоятельный контроль, именно отслеживание кожных своих покровов, понимание того, что у вас происходит на коже и как изменяются ваши родинки, очень важно с точки зрения того, чтобы вовремя заметить какие-то изменения на коже и забить тревогу, обратиться уже к врачу. Цифровая платформа MeSkin, которая помогает людям регулярно следить за состоянием кожи, внедрила функцию Mall Sizing, которая позволяет отслеживать размер и форму родинок со временем. Работает это следующим образом. Человек фотографирует свою родинку периодически, но как же узнать, как же распознать именно ее физический размер фактически, потому что на камере, просто на фотографии это сделать довольно сложно. Здесь разработчики добавили систему дополненной реальности, когда мы можем сфотографировать определенного номинала монеты и тем самым система сравнит размер этих монет, то есть возьмет их за эталонный размер и дальше потом уже сравнится родинка. Здесь есть сейчас монеты американские, британские и монеты европейской валюты, то есть евро. То есть человек сначала фотографирует, выбирает из списка, какую монету он сфотографировал, система понимает масштаб этой фотографии и дальше система уже определяет именно размер той или иной родинки, прям очень точно может его посчитать. Сейчас врачи рекомендуют использовать 5 признаков для определения меланомы, это ABCDE. Как раз таки функция приложения MiSkin, она работает с двумя признаками, это DE, то есть диаметр и эволюция. Мы можем измерить диаметр родинки и можем измерить изменение этого диаметра, размер родинки со временем. Конечно же это новая функция и приложение не ставит диагноз, оно является лишь таким вот информационным приложением скорее, когда человек может заподозрить изменения и обратиться к врачу дерматологу и получить уже более подробную консультацию от врача. И далее поговорим про травмы мозга и про сотрясение мозга. Согласно недавно опубликованной статистике, 95% поступающих пациентов с черепно-мозговой травмой в отделении неотложной помощи имеют лишь легкую форму повреждения головы, головного мозга и не всегда можно с точностью диагностировать сотрясение мозга. Вот как раз таки компания BrainScope, которая разработала свою систему портативного электроэнцефалографии, она как раз таки решает эту проблему, она может с помощью такого компактного портативного ЭЭГ исследования, очень быстрого исследования, может выявить скрытые повреждения и травмы мозга. Но для того, чтобы определить повреждения мозга, сотрясение мозга, система должна сравнить показания электроэнцефалографии с какими-то прошлыми базовыми значениями у этого же человека. Система сейчас используется в первую очередь для спортсменов, то есть спортсменам делается ЭЭГ, вот этим же предметом, делается электроэнцефалография в обычном состоянии, то есть фиксируются результаты. И дальше при каких-то вероятных, не знаю, там человек упал, повредил мозг, ударился головой, ну в спорте, когда бывают различные травмы, делают еще одну ЭЭГ и система сравнивает показания прошлого электроэнцефалографии и текущего показания, тем самым их сравнивает и может по признакам определить, есть ли у человека микроповреждения или нет. Огромный плюс данной системы состоит в том, что она очень компактная, работает от встроенного аккумулятора и имеет такой переносной характер, то есть нам не нужно таскать с собой розетки, батареи, нам не нужно брать у человека анализ крови, делать компьютерную томографию и так далее. Любые уже более сложные исследования можно прямо где-то в полях, что называется, выполнить ЭЭГ и получить быстро результаты. Компания говорит, что точность результатов достигается до трех дней после получения вот той или иной травмы, то есть до трех дней если человеком сделать это исследование, то точность будет высокая. И система сертифицирована для пациентов в возрасте от 13 до 25 лет, то есть для молодых спортсменов. И я не сказал еще, что система получила FDA от американских регулирующих органов. И как же мы можем пропустить в нашем дайджест тему коронавирусов и вообще всеразличных вирусов, это наверное вообще сейчас обсуждаемая тема во всех медицинских изданиях, журналах. Обязательно статья или какой-нибудь материал про коронавирус должен быть и мы здесь не исключение. Американская компания Thermo Fisher Scientific разработала новое устройство, которое предназначено для мониторинга помещений на наличие вирусов, которые находятся в воздухе. В том числе и коронавирусы, конечно. Компания заявляет, что ее устройство предназначено для использования в общественных любых местах, в школах, в детских садах, в домах престарелых, офисах, ну и других местах, где есть скопление людей. С целью сканирования и обнаружения вируса в этих помещениях, ну и соответственно уже дальше, чтобы люди могли предпринять соответствующие действия по проветриванию, по дезинфекции этих помещений и так далее. Однако нужно сказать, что данная система не является системой непрерывного, постоянного и мониторинга в режиме реального времени. То есть она работает следующим образом, она, эта установка, которая стоит в офисе, в помещении, она имеет встроенный фильтр, который как раз таки прогоняет через себя воздух и частицы воздуха на нем оседают. Потом этот фильтр через некоторое время, ну здесь указано, что помещение площадью 100 квадратных метров данный фильтр может обработать за, ну то есть прогнать воздух за примерно 20 часов. И затем данный картридж уже анализируется в лаборатории с использованием экспресс-тестов на наличие тех или иных вирусов, в том числе и коронавируса. Компания Thermo Fisher сейчас запустила целый пилотный проект по исследованию классов в школах для того, чтобы выявить там частицы коронавируса, ну и соответственно с ними уже как-то бороться. Однако же, конечно, такая система не является системой непрерывного мониторинга и требует некоторого такой сложности, требует времени для того, чтобы произвести это измерение. То есть по сути нужно больше суток для того, чтобы уловить те самые частицы и с ними что-то сделать. То есть пока мы можем будем улавливать что-то, думать как с ними избавляться, может быть уже здесь будут другие частицы или может быть уже они наоборот как раз таки исчезнут или проветрятся. В общем, на мой взгляд, система довольно таки спорная, скорее, наверное, более хайповая такая на вот теме коронавируса, на теме дезинфекции помещений. Вот скорее ребята, видимо, хотят попасть в эту волну сейчас еще вот в коронавирусную. Но, опять же, мое личное мнение, что такая система не имеет развития и не имеет какого-то такого будущего и распространения уже как такой массовый продукт. Опять же, я у себя здесь в новостях, в дайджесте хочу осветить разные новости, разные технологии о том, как люди придумывают различные стартапы, о том, как люди изобретают новые технологии, пытаются интегрировать их в существующую систему здравоохранения, в систему жизни людей. Поэтому даже такие новости, казалось бы, ну вот, опять же, может быть, у кого-то будет другое мнение по поводу такой системы дезинфекции. На мой взгляд, она бесполезная, но в целом то, что люди вот такую вот установку сделали, ее зарегистрировали и как-то пытаются ее продвигать, тоже, я считаю, такая новость, о которой стоит рассказать. На этом у меня все, спасибо большое за внимание, подписывайтесь на канал ikea, ставьте лайки, пока!